Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня у нас новая серия на проекте Родина Роллеплей, Центральный Округ, Минизис Кирюха Полканов, не забывайте видеть мой ник в регистрации, также можете видеть промокод, вся информация есть в описании под видео. Сегодня, пацаны, будет максимально интересное видео, потому что сегодня покажу новые скриншоты, будущие обновления, потому что давненько, согласитесь, не было каких-то новостей, каких-то спойлеров, поэтому сегодня я вам это все покажу. Видео будет реально интересно, покажу вам несколько спойлеров, один из них прям очень классный, поэтому смотрите видео от начала до конца, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я знаю, пацаны, то, что я сейчас редко выпускаю ролики по Родине, честно, пока что особо нечего снимать, потому что я жду обновления, и когда уже выйдет обновление, буду выпускать серии почти каждый день, поэтому пока что, пацаны, потерпите. Я знаю то, что у меня есть аудитория, которая любит смотреть Родину, и я тоже люблю играть на Родине, но пока что реально не знаю, чем можно заняться на Родине, какие серии можно записать, поэтому потерпите, подождите, пока выйдет обновление. Я буду стараться делать сейчас тимы хотя бы, чтобы как бы актив не падал, поэтому всем приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Первый скриншот у нас получается мотоцикл Dugati. Я не знаю какая это именно модель, потому что не написано. Может это Dugati Bandit, либо ещё какой-то. Честно, в мотоциклах я Мара разбираюсь, поэтому я вам точно сказать не могу. Но думаю, тот, кто шарит, может сразу понять, что это за мотоцикл. В принципе, выглядит он неплохо, хорошо довольно-таки проработан. Видно все мелочи, там, двигатель, тормоза, суппорта и так далее. Всё это хорошо проработано. То есть моделька реально очень качественная. Но это единственный мотоцикл, который показали пока что на данный момент. Возможно, будут ещё другие мотоциклы. Но вот эта моделька мне нравится. Я, конечно, больше люблю автомобили, как, я думаю, многие из вас. Но к мотоциклам тоже неравнодушен, потому что я и в жизни, в принципе, ездил на мотоцикле. Но, конечно же, не на таком спортивном, а на обычном советском мотоцикле. Я, как бы, к ним неравнодушен, но всё равно больше мне, в принципе, интересны машины. Но в целом моделька, повторюсь, очень сильно проработана. Всё хорошо видно. Хорошая детализация. Мне реально очень нравится. Следующий скриншот у нас связан, получается, с маппингом. Это станция Батырева. Там вот надпись есть. Там написано, что это станция Батырева. То есть будет, я так понял, возможность ездить на поездах. То есть вы сможете приехать на станцию, сесть в поезд и, в принципе, поехать туда, куда вам нужно. Я думаю, это будет удобно. В принципе, в многих проектах это есть. И на родине, скорее всего, будет та же самая система. И такая же возможность поехать на поезде. В принципе, допустим, в тот же там Арзамас. Сейчас Южного, в принципе, у нас нету, поэтому я не знаю, куда можно ещё поехать. А, можно ещё поехать, кстати, в Литкарина. На самом деле, скриншот максимально непонятный, потому что здесь толком не видно ничего. Видно то, что будет станция, видно железнодорожные пути. Какой-то поворот идёт, небольшая горка. Скорее всего, здесь ещё скутер будет стоять. Вот он, правой стороны, я так думаю. Поэтому, как бы, что смог, то я вам показал и рассказал. Погнали, покажу вам самое интересное. И самое важное, о чём я хотел сегодня полить в видео, это то, что добавят порт. Но мне он не очень понравился. Объясню, почему. Короче, порт выглядит очень сильно таким, знаете, пошарпанным, заброшенным. И мне кажется, они немножко перестарались, потому что реально сильно просто всё так затягано. То, что контейнеры такие пошарпанные, краны пошарпанные. И реально просто такое ощущение, что это как будто какой-то заброшенный порт. Было бы круто, если бы они сделали прям навьё-навьё, чтобы всё было. Чтобы были новые красивые краны, новые красивые контейнеры. А так они всё сделали в стиле такого, знаете, уже бывалого порта, который уже давно работает. Но как-то всё выглядит это сильно заброшено. На самом-то деле, видите, всё так потрескано. Краны такие пошарпанные. То есть, немножко они, мне кажется, перестарались в этом плане. Потому что порт выглядит более заброшенным, чем рабочим. Но он очень такой большой, масштабный. Вот за это большой плюс. То, что здесь можно будет на тачках, там, знаете, погонять. Подрифтить можно будет. Возможно, кстати, добавят контейнеры. Я, конечно, в этом не очень уверен. Но было бы неплохо, если бы на родину добавили бы контейнеры. Это было бы реально круто. Потому что я знаю то, что на Ризоне есть контейнеры. И люди там, как бы, покупают контейнеры. В контейнерах выбивают всякие плюшки. Поэтому было бы неплохо, если бы на родину тоже добавили те же самые контейнеры. Возможно, конечно, это сделают. Возможно, нам пока что это не показали, и в будущем, когда выйдет обновление, это добавят, но пока что мне порт как бы нравится тем, что он такой большой, но то, что он такой пошарпанный весь, выглядит заброшенным, это, конечно же, минус. Даже вот те же самые краны, вот, видите, они такие просто старые, какие-то пошарпанные все, ну, не знаю, мне это не очень понравилось, но так, в целом, реально красавчики то, что полностью переработали порт, потому что сейчас он не такой уж и большой, он такой маленький, знаете, скромный на серверах в данный момент порт. А здесь прям порт огромный такой, много контейнеров, но они немножко перестарались с тем, что он выглядит больше заброшенным, чем каким-то рабочим, как бы, поэтому в этом плане, да, они, конечно, накосячили. Было бы, кстати, неплохо, если бы они сделали какую-то работу, с помощью которой нужно будет работать именно на кране, куда-то контейнеры переставлять, или, допустим, ставить там на фуру контейнер, фура этот контейнер везет куда-то, сделать, знаете, двойную работу, чтобы дальнобойщики возили контейнеры куда-то, а люди, которые работают в порту, они на кране бы грузили эти контейнеры и за это получали бы деньги. Мне кажется, в этом плане было бы очень круто, поэтому, я думаю, разработчикам проекта стоит задуматься над этой идеей, потому что было бы реально круто. Либо просто пусть они сделают контейнеры, где можно будет выбивать интересные вещи, призы, либо пусть они сделают из этого порта место, где можно работать и зарабатывать неплохие деньги. На этом у меня все, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, всем пока-пока.